МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, это денежка тоже. Закон об увеличении детских пособий подписан. Но кто, когда и, главное, сколько сможет получать, расскажет Сержанна Мордогеева. Тепло, уходящее в небо и прочие неприятности на проблему 7-летней давности пожаловались дежурному по городу. Сезон носовых платков. Как в городе борются с аллергенной травой и насколько эффективны эти работы, спросила Ольга Арсенукаева. И начнем с главного. Шестеро на одно кресло сегодня определился окончательный список кандидатов на пост мэра Улан-Удэ. Накануне из гонки выбыл еще один претендент Монкажа Бадмаев. Бывшему главе полпредства Бурятии в Москве отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты горсовета и в мэры. В итоге претендентов на кресло руководителя города осталось 6. Это самовыдвиженец Игорь Шутенков, коммунист Вячеслав Мархаев, Справедливо Рос Геннадий Бадмаев, Батадалай Багдаев от КПСС, Николай Очемитов от ЛДПР и Алексей Хондархаев от Гражданской платформы. Накануне состоялась пресс-конференция тех, кто так и не стал кандидатами в мэры или депутаты. Что же или кто им помешал? Что думают по этому поводу сами ньюсмейкеры и зарегистрированные кандидаты? Об этом в специальном репортаже сразу после Восточного экспресса. Ну а пока к другим темам. Число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 миллиона. Такую цифру озвучил Росстат по итогам первого квартала этого года. Вообще показатели бедности неизменно растут с 2017-го. Реальные доходы жителей России падают последние 6 лет. В прошлом году пятая часть россиян сообщила о снижении зарплаты. Каждый четвертый заметил ухудшение своего материального положения. 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Год назад президент России поручил снизить уровень бедности в два раза до 2024 года. Счетная палата уже заявила, что в этом году планируемого уменьшения ждать не стоит. Почему же мы с каждым годом становимся беднее? Наш корреспондент задал этот вопрос горожанам. И вот некоторые мнения. Каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет, что выбираем не того, кого надо. Ну не знаю. Вы же не застали 90-е годы, когда развалился союз. Но с тех пор все сильно изменилось. Да, конечно, жить тяжело, но тем не менее мы стали жить лучше. Да, наверное, санкции виноваты. Так думаю. Все-таки обложили Россию санкциями. Ну, естественно, что и доллар с качеством. Нет, не согласны. Наоборот, поменьше стало, чем... Ну, бомжей постоянно видно было, а сейчас... Цены растут, а зарплаты нет. Мы привыкли как-то... как бы все переносить, да и быть оптимистами. Вроде бы все нормально. Главное, лишь бы не было войны. Все кажется хорошо. Стадионы понастроили, центральные. Так они же пустуют. Сколько затраты денег. Лучше простым людям подавай побольше денег пенсионерам. У нас нету бедных всех. Все нормально. Ну, наверное, от нашей экономики это зависит. Мне кажется, просто потому, что люди не хотят ничего менять. То есть надо что-то менять в своей жизни, менять власть, менять свои какие-то принципы. Надо начать с себя. Впрочем, доход некоторых семей скоро вырастет. Детские пособия обещают увеличить и продлить. Закон принят. Но действовать он будет не для всех. Детально о новых выплатах в следующем материале. Давай солнышко перерисовать. У Александры двое детей. Старший три, младшему восемь месяцев. Он сегодня, так сказать, единственный добытчик в семье. Да и то пособие в 7800 осталось получать недолго. В следующем году нам уже исполнится полтора года. То есть и доход уже закончится. Ну, я планировала выйти на работу. Но это тоже надо. Отдавать в садик-то только в частный. Но это тоже же деньги. В том числе для таких семей и ввели поправки в закон. Одно из главных нововведений – детские пособия – можно будет получать до трех лет. При этом они будут не заменять действующие выплаты, а дополнять их. Но помощь рассчитана только на первого или второго ребенка. И только нуждающимся. Хотя и эти критерии также попали под изменения. Это именно на детей распространяется, которые рождены с 1 января 2018 года. Если в семье будет прожиточный минимум, не более двухкратного прожиточного минимума. Будет он составлять 22 тысячи на одного человека в семье. К примеру, если в семье один ребенок, то совокупный доход должен быть не больше 66 тысяч рублей. Если двое детей – 88 и так далее. При этом другие пособия в расчет не берутся. И еще, если раньше заявление на пособие можно было подать до полутора лет, то сейчас, соответственно, до трех. На первого ребенка документы нужно будет сдать в управление соцзащиты, на второго – в пенсионный фонд. Прием начнут с начала следующего года. Главная цель закона – повышение рождаемости и улучшение качества жизни семьи с детьми. Между тем, в агентстве РИА Новости накануне провели свой анализ российской семьи. Там составили социальный портрет в разрезе последних 20 лет. Как менялись приоритеты и уровень жизни – самые яркие выдержки исследования прямо сейчас. Типичная семья конца 90-х. До брака вместе не жили, встречались больше года. Матерями становились в 24-26. В семье рождался чаще один ребенок. Жили с кем-то из родителей. Автомобили не покупали. Уровень дохода в основном низкий. Большая часть уходила на продукты. Современная семья. До брака живут около трех лет. Матерями женщины становятся после 29. В семье рождается два, а то и три ребенка. Живут в своей квартире, взятой в ипотеку. Ездят на автомобиле. Доход стал больше. Большая часть уходит на отдых и развлечение. А теперь немного деталей. Рост рождаемости второго и последующих детей наблюдается в 2010 году. По данным статистики, причина не только материнский капитал. Улучшилась в целом финансовая обстановка в семье. Что касается жилья, ситуация изменилась в качественном плане. Большинство по-прежнему имеют свое. Скорее всего, тут повлияла ипотека, возрожденная в 2005 году. Большая часть семей по-прежнему живет небогато. Но все больше семей могут позволить себе дополнительное жилье и больше половины собственные автомобили. Правда, купленные, как правило, в кредит. И к одной из главных проблем региона. Незаконные вырубки леса вокруг Байкала продолжаются. Нарушители не останавливают ни штрафы, ни реальные уголовные сроки. Сегодня для решения этого вопроса собрались представители всех надзорных органов. Не только Бурятии, но также Иркутской области и Забайкалье. 700 нарушений во всех трех субъектах. И это только за последнее время. Под топор пускают больше, чем прописано в договорах. Ценные породы и здоровые деревья уничтожают под видом санитарных рубок. Достаточно вспомнить историю с министром лесного комплекса Иркутской области. По версии следствия, Сергей Шеверда согласовал вырубку в государственном заказнике. Примерный ущерб 800 миллионов рублей. Серьезные факты вырубки в ходе проверок зафиксированы в Иркутской области. В республике Бурятия немного другие тенденции. Если в Иркутской области рубятся, в первую очередь, под видом санитарных, здоровый древостой. То есть это защитные леса. В республике Бурятия страдает побережье именно озера Байкал. То есть это центральная экологическая зона. К примеру, в заказнике Ангирский предприниматель не только рубил лес, но и прямо там поставил пилораму. В числе нарушителей не только простые заготовители. Все это идет с подачи должностных лиц. Так, администрация рекреационной местности Северо-Байкальская отдала под вырубку 45 тысяч кубических метров здорового леса в водоохранной зоне Байкала. А сотрудники Кикинского и Усть-Баргузинского лесхозов подозреваются в подлоге документов. Ущерб свыше 4 миллионов рублей. Отличились и руководители лесной отрасли. Принятыми совместными усилиями с правоохранительными и контролирующими органами удалось полностью исключить незаконное проведение сплошных рубок леса в целях недропользования. Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором направлено три материала для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц. В том числе и бывших руководителей Республиканского агентства лесного хозяйства. Но все это цветочки. Оказывается, в лесном плане Буретии прописано ежегодное увеличение объема вырубок древесины в центральной экологической зоне. К 2028 году должно быть увеличено на 150% по сравнению с 2017. Прокуратура ждет от правительства решения по переводу лесозготовительной деятельности за пределы охранной зоны. Также одна из задач – разработать специальные программы по охране лесов. Евгения Жировова, Валерий Чайдопов, телекомпания «Оригус». «Восточный экспресс» движется дальше и смотрите во второй части выпуска. Травяные сборы, чаи и БАДы. Почему в век современных технологий традиционная медицина продолжает пользоваться популярностью, разбирался Сергей Смоленинов. Холодильник всему голова. И даже там бывают сюрпризы. Как раз их мы и подготовили для наших горожан. Подробнее в сюжете Саюна Бухаева. Об этом чуть позже. Сейчас о том, что в Лануды за сутки сразу два ребенка на велосипедах попали под колеса автомобилей. При этом правила в обоих случаях нарушили сами несовершеннолетние. Накануне в одном из СНТ города автомобиль сбил 13-летнего подростка. Мальчик ехал на велосипеде прямо по проезжей части навстречу потоку. А уже вечером в Октябрьском районе под колеса машины попал 8-летний ребенок. Мальчик, вопреки правилам, решил пересечь пешеходный переход на велосипеде. В обоих случаях дети отделались ушибами и ссадинами. После осмотра медиков их отпустили домой. Госавтоинспекция беспокоена теми фактами, что зачастую взрослые, покупая своим детям велосипеды, не контролируют и не проводят инструктажи о безопасном поведении их на дороге. Ребенок, даже если он знает правила дорожного движения, он не применяет их на практике, что показывают эти произошедшие дорожно-транспортные происшествия. Отмечу, что движение по дорогам общего пользования на велосипедах разрешено только после 14 лет. Также дети часто катаются без шлемов, наколенников и налокотников. С начала года произошло уже 6 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. Продолжаем. Аллергики переживают тяжелые времена. Полынь цветет буйным цветом и завоевывают все больше территории. Коммунальщики пытаются защитить город. Какие силы брошены на борьбу с травой и есть ли результат, узнала Ольга Арсунукаева. Без маски никуда. Впрочем, и она мало помогает. Весь город в облаке полыны пыльцы. Аллергики чувствуют ее, как никто другой. Не спасают даже меры предосторожности. Постоянно с бутылкой воды, то бишь, чтобы мочить эту маску, окна стараемся вообще не открывать. Постоянно сижу на лекарствах, но они вообще практически не помогают. Единственное спасение – это гормональные уколы. Я вот в прошлом году не выдержала, уколола себя. Гормоны скакнули невероятно. По статистике, 20% населения страдают так называемой сенной лихорадкой. У аллергиков она наступает с момента цветения и длится чуть ли не до первого снега. Для врачей горячий период. Только в одну поликлинику в день обращаются до 20 человек. За год почти 5000. И это лишь вновь выявленные пациенты. Каждые 10 лет степень аллергии удваивается. То есть число заболевших только растет. Боеобразное заболевание, которое может иметь малые симптомы, легкое течение, но постепенно с годами нарастать, могут вовлекаться в процесс органов дыхания. И где-то около 5-15% аллергических ренитов, вот лиц, страдающих с аллергическим ренитом, рискуют получить бронхиальную астму. Чтобы избежать неприятных последствий, нужна как минимум консультация специалиста. Но попасть можно не ко всем. Два года назад осенью я пришла за направлением в поликлинику. Но мне отказали, так как не видят симптомов. А то, что я аллергик с многолетним стажем, терапевта не смутила. Даже пробы не назначили. С надеждой люди смотрят на коммунальщиков. Трижды в сезон они выходят на борьбу с сорняками. В этом году работы больше. Из-за дождей, из-за погодных условий, естественно, травы намного больше стало. Всё растёт, как и на дрожжах. Комбинаторскими силами не справляемся. Поэтому было принято решение завести сторонние организации СБР и горле Слоса. Один работник за день выкашивает около 500 квадратных метров сорнякового участка. В городе борьбу с травой ведут 20 человек. А значит, заросли полыни ежедневно должны уменьшаться примерно на 10 тысяч квадратных метров. Но уничтожают полынь только на магистральных улицах, в парках и на придомовых территориях. А это лишь малая часть сорняковых плантаций. Хотелось бы, конечно, чтобы по всему городу сорняки вырубили на корню. Я думаю, это надо обращаться к садоводам, которые скажут, как сделать так, чтобы она вообще не росла. Без радикальных способов дышать свободно город не сможет. Частичное уничтожение аллергикам совсем не облегчает жизнь. В ветреную погоду пыльца полыни преодолевает до 300 километров. Ольга Арсенукаева, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Ремонт на века. Но не в том смысле, что хорошо, а в том, что долго. Жители улицы Ангабаева устали ждать. Как одна теплотрасса может отравить жизнь десяткам людей, увидел дежурный по городу. Понятное дело, когда опасная яма появляется на время ради ремонта и огораживается сигнальной лентой. Но что делать, если наследство ремонтной компании в открытом доступе стоит несколько лет? Жители улицы Ангабаева испытали все прелести подобного соседства. Это опасно, опасно для жизни. Здесь конструкции металлические, здесь конструкции бетонные, здесь штыри железные. Кроме всего остального, это скопище животных бездомных. В прошлом году у нас там корова погибла. А упала в колодец? Мы, можно сказать, находимся сейчас у истока проблемы. То, что когда-то называлось оперативным ремонтом, превратилось в настоящий затяжной долгострой. И теперь километры разрытой траншей отсюда тянутся вплоть до 148-го квартала. Сторожилы, которые здесь давно-давно живут, они говорят о том, что здесь эта яма около 7 лет. Мы обращались в администрацию города. В прошлом году должны были уже зарыть эту яму. Но, как видите, как результат, ну, никакого. Между тем, жизнь в этом искусственно созданном овраге течет своим чередом. Вон даже дерево на насыпи выросло. Однако местные жители боятся больше всего не доглядеть за детьми. Почва здесь песчаная, насыпь может обвалиться в любой момент. Выяснилось, что у нее есть собственник. Не закапывают ее в связи с тем, что говорят, что она находится в аварийном состоянии. И ее обслуживать, ну, в случае, если она будет закопана, как бы им проблематично. Им как бы удобнее так, что когда она раскопана, это же как-то ненормально, когда люди живут рядом. Раскопанная теплотрасса, она стоит десятилетиями. Она мешает нам в дальнейшем, чтобы провести нормальную дорогу, обустроить освещение. И маршрутные, получается, такси, они все отказываются сюда проезжать, потому что вот она мешает сюда, теплотрасса. Почему город просто так, 7 лет теряет тепло? Почему проблемную трубу не заменить новой? И по каким таким документам ремонт может длиться годами? Все эти вопросы мы адресуем собственнику теплотрассы. Если и в вашей проблеме счет пошел на года, вы знаете, какой номер набрать. Добьемся порядка вместе. Сегодня по городу дежурили Ирина Эрмиль, Батархалматов, телекомпания «Оригус». Строители отмечают профессиональный праздник. В Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, где по традиции чествовали лучших работников отрасли. Как отмечают специалисты, строительство в Бурятии в последние годы идет серьезными темпами. После вступления регионов в Дальневосточный и Федеральный округ возросли бюджетные вливания в эту отрасль. В республике приступили к реализации национальных проектов и федеральных программ. Только по линии Минстроя мы должны запроектировать и построить 134 объекта. Если в сравнении с прошлым годом, это было всего 68 объектов. Строительная отрасль – это зеркало экономики. Нехорошо с экономикой, плохо строительная отрасль. Хорошо с экономикой, мы вас требуем. В этом году намерены ввести в эксплуатацию порядка 40 объектов, в их числе школы, детские сады, медучреждения. В планах Центр ядерной медицины, Ледовый дворец, Центр по стрельбе из лука и другое. Увеличат и объемы строительства жилья. Через пять лет обещают достичь показателя в 400 тысяч квадратных метров в год. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления подписал соглашение с московским авиазаводом. ВУЗ будет готовить для предприятия специалистов в области самолета и вертолетостроения. Отмечу, он уже более десяти лет является кузнецей кадров и для Улан-Уденского авиазавода. Особенности целевого обучения изучил наш корреспондент. Конструированием Кирилл Деменин увлекается с детства. Только теперь это не лего, а настоящие вертолеты. Студент проходит последнюю преддипломную практику в отделе перспективных разработок и уже является соавтором нескольких проектов. Проектирование броневой защиты вертолета, разработка системы кондиционирования воздуха. Все это моделируется в среде НХ, то есть трехмерное представление мы получаем, потом начинается разработка двухмерных чертежей. Все программы освоены уже в университете. Практика как закрепление и отработка полученных знаний, а также практически гарантия трудоустройства. Так сразу после университета 11 лет назад приняли на работу Екатерину Цейханку. Теперь она начальник бюро. Сейчас мы идем без бумажной технологии. Для этого нужно обладать определенными навыками в программе Unigrafix. Как раз эти навыки базовые мы получили, будучи студентами в СГУ. 13 лет в СГУТу готовят кадры для авиазавода по трем специальностям. Каждый третий выпускник работает на предприятии. Кто-то выбирает смежную профессию, ведь полученные навыки позволяют. На производственной практике студенты получают соответствующие квалификационные разряды токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, сборщики, клепальщики. Не может получиться классного специалиста, когда он сам не почувствовал работу, обитал, сам не поработал руками. Практика на заводе оплачивается. Также студенты помимо стипендии могут получать и выплаты от завода за успехи в учебе. Получают опыт работы, зарплату, ну и, соответственно, материально стимулирующие дополнительные виды стипендий. То есть у нас выпускник в этом плане, конечно, закрыт с этих сторон. То есть, возможно, трудоустройство, социальные какие-то гарантии со стороны авиазавода. Сейчас в УЗИ ведут дополнительный набор на машиностроительный факультет. И еще есть бюджетные места, а также коммерческие. Приемная комиссия будет работать до конца августа. Виктория Гарманова, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Единственный в России центр восточной медицины отмечает 30-летний юбилей. В честь праздника учреждение организовало международную конференцию. Специалисты из нескольких стран будут обмениваться опытом в области традиционного лечения. Почему с каждым годом оно становится все популярнее, расскажет наш корреспондент. Сегодня замечательный день. Обратите внимание, по буддийскому календарю, 8 августа, день буддой медицины. Давайте порадуемся. Для радости несколько поводов. Один из них – 50 лет Институту общей и экспериментальной биологии. Тогда ученые сибирского отделения РАН решили, что традиционные средства тоже могут помочь оздоровлению. В итоге десятки новых открытий, патентов и лекарственных средств. А здесь представлены основные разработки Института общей и экспериментальной биологии за полувековую историю. Есть препараты и БАДы, которые уже внедрены в производство, а также ряд образцов, которые пока только рекомендуется внедрить. Это и лекарства для лечения органов пищеварения, почечной недостаточности, диабета и даже алкогольной зависимости. Должна быть интегративная форма объединения сильных сторон академического здравоохранения и традиционной медицины. За ними как раз будущее. И 30 лет назад об этом поняли в Бурятии. Начиная с простой аптеки трав, Центр Восточной Медицины превратился в единственную здравницу страны, где сочетают все лучшее от традиционных и научных методик. Традиционная медицина по своей природе близка к природе человека. Ну и такие у нее мягкие, естественные формы воздействия на человека. У нее очень большой оздоровительный эффект, профилактический эффект, испомогательный эффект. Одним из самых эффективных называют лечебное голодание. Оно обещает излечить от 23 болезней. И этой процедуре в Бурятии ровно четверть века. Эту и другие формы традиционной медицины три дня будут обсуждать специалисты Монголии, Китая, России и Швейцарии. Освещать события приехали и зарубежные журналисты. Нельзя сказать, что условная нормальная медицина в той же Франции сильнее. И поэтому будет интереснее открыть все эти методики всему миру. Центр Восточной Медицины и элементы традиционной медицины, они в совокупности лечат человека. Даже если заболело сердце, они уже делают подход всего организма. И поэтому вот в этом-то и вся изюминка нашей традиционной медицины. И теперь эту изюминку хотят сделать доступнее. В планах открыть в Бурятии федеральный центр традиционной медицины на базе опытного юбиляра. Сергей Смолининов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Аригус». И еще об одном дне рождения. 120 лет сегодня исполнилось самому востребованному бытовому прибору – холодильнику. Именно в этот день американец Альберт Маршалл получил патент на это изобретение. И сейчас трудно представить, что прибор когда-то работал на дровах или керосине. Сколько раз в день человек заглядывает в современный холодильник, наверняка никто не считал. А вот что необычное там находят, мы спросили у горожан, а заодно устроили небольшой розыгрыш. Я не обращу внимания. Я думал, в тайники упали. Пусто. У тебя пусто? Почему? Ну, жена прибегает к ПП, и там всегда пусто. Девушка, а что у вас? Вы держите. Чего вы пугаете? Хлеб. Первое, что пришло нам. Очень испугалась. Какое-то безобразие. Мы как-то все начинаем. Все быстренько. Как это так, что он, по-моему, в холодильнике полежит, и уже он как-то другой вкус приобретает. Они же пьют, они же пластиковые. Молоко. Просто дети мне пьют молоко, поэтому только я пью. И на этом пока все. Мы следим за новостями. Самая последняя информация всегда на нашем сайте. Оригус.тв Спасибо за то, что вы с нами. До свидания. Байер Тенухат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова